Я готов. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксёнов. На связи со мной Арман Амангазиев, автор проекта Orange Bricks. Вы должны его знать, это самый известный проект во всём мире, посвящённый обзору различных IT-новостей и различных крутых телефонов. Привет, Арман! Привет, Юра, да, ты с самого начала меня затравил, обиды просто. Ну, ничего я не затравил. Ну, мы давным-давно с Арманом, точнее, он первый раз туда, или ты не первый раз записывал свой подкаст. По-моему, это было не первый раз, с тобой это было первый раз. Да, да, да. Вот я с ним первый раз записывал, а теперь он со мной первый раз записывает. И вот в таком вот формате, как меня уменьшить, уменьшайся. Вот в таком вот формате мы хотим пообсуждать с вами новости, посмотрим, понравится вам или нет. Итак, наверное, пожалуй, начнём. Начнём с новости от компании Microsoft. Microsoft официально объявили о том, что они хотят объединить все Windows в одну. То есть, Windows будет на ПК, Windows будет на ноутбуков, ну, хотя это одно и то же. Windows будет в телефонах, и Windows будет даже в Xbox. То есть, всё будет одной платформой. Вот что ты думаешь по этому поводу, Арман? Ну, вот знаешь то, что Windows Phone, например, и Windows 8 просто классическая для ноутбуков, или Windows RT. Windows 8 и Windows RT, они, в принципе, как бы одно и то же. Но Windows Phone, она как бы, ну, для телефонов и интерфейс, в принципе, я не знаю, как они перенесут такой же интерфейс на смартфоны. Просто представь, да, вот Nokia Lumia 925 или 930 с Metro UI интерфейсом. Не-не-не, я сейчас вспомнил, когда вот у меня только первый Android появился, и было модно ставить эмулятор Windows 95. И там такой курсорчик двигался, это было смешно. Ну, вообще, ещё Microsoft что сказали? То, что из-за того, что это одна платформа будет, то есть, софт будет один. Если подумать, это круто. Круто, то есть... Ну, да, будет больше программ, можно будет ставить, в принципе... А вот только сразу другой вопрос. Если софт один, Xbox на Windows, то, значит, не будет больше консольных игр на Xbox? Да, скорее всего, на Xbox больше не будет эксклюзивов, как на PlayStation. Это, кажется, странно, да. Ну, вот, если что касается телефонов, вот, лично я думаю, то есть, просто будет оболочка, как бы, программная платформа одна будет, само ядро, база, внешне может будет выглядеть как-то иначе. И Microsoft может пойти вот по пути NVIDIA, то есть, будет выпускать там свой этот планшет, и будет к нему там какой-нибудь суперкрутой контроллер, либо пульт, либо что-то ещё идти. Либо ты сможешь свой телефон подключить к Монику и пользоваться полноценной виндой. Мало ли? Мне кажется, это... Нет, ну, в принципе, идея, ну, то, что это объединить всё в одно, то, что будет гораздо больше софта для Windows Phone, того же, если они будут сделаны все на одном ядре, то есть, софтверно это будет всё то же самое, но мне интересно, что они сделают с интерфейсом, потому что оставлять нынешний интерфейс Windows Phone, ну, как минимум, глупо, потому что, ну, если пользоваться им, ну, несколько дней, то потом он просто, ну, вызывает его болеводный рефлекс, два пальца просто в рот охота засунули. Ну, вообще, вот, что ты думаешь по поводу объединения? Это хорошо или плохо, вот то, что они хотят всё сделать в едином? Ну, с одной стороны, это, в принципе, хорошо, то, что я говорил много софта, но с другой стороны, это плохо именно для них, то, что это будет им очень сложно сделать, и, ну, наверное, то, что не будет эксклюзивов тоже на Xbox, я не знаю, наверное, так будет. Ну, а то, есть ли у тебя какие-нибудь положительные надежды на Windows 9? Исправит ли он все по-секи 8.1 и 8? Вообще, вот, восьмёрку, как бы, многие не любят. Потому что вообще её, в принципе, нельзя любить. Ну, не знаю, у меня 8.1 стоит, я юзаю, но метр UI у меня отключен, пуск я установил кастомный и нормально. Не знаю, я пользуюсь Windows 7. На всём, что у меня было, у меня стояло Windows 7 в последнее время, я Windows 8 даже не пробовал ставить. Мне достаточно того, что я куда-то прихожу, у кого-то стоит на Note или на компьютере Windows 8. Я такой, да, у тебя восьмёрка, да? А у меня семёрка. А чё ты такой? А как неудобно? И это хороший повод потратить людей. Ну, вот лично у меня восьмёрка, точнее, 8.1 от семёрки не отличается. Только во время загрузки Windows. По поводу 9 я могу сказать, что я искренне надеюсь, что Microsoft исправит всё, что они наделали с Windows 8 и 8.1. Хочу, чтобы вернулась Windows 7. Только хотя бы немного перелопаченная. Да, где времена, когда я сидел на 98-й? Эх, была 98-я, стала восьмая. Давай назовём передачу «Тепло и лампово». Типа мы такие сидим, вспоминают «Ах, как было хорошо!» Забыл что-то хотел ещё сказать. Ну, в общем, фиг с этим. Перейдём, наверное, к следующей новости. На ней мы долго задерживаться не будем. Она тоже посвящена относительно Windows, а точнее дочерней предприятию компании Microsoft – Nokia. Та-дам! И Nokia анонсировала свой новый мега-крутой смартфон за 100 евро. Ну, мега-крутой – это в кавычках, естественно. Вот так вот он выглядит. Да, я мастер сарказма. Монтировать видео я не хочу, поэтому будем пробовать вот так вот писать. Надеюсь, сейчас вы всё видите и будет всё очень круто. Это Nokia Lumia 300. В нём 512 мегабайт оператива. Какая Nokia Lumia 300? 530? Да, 530. Стоит она 100 евро, 512 мегабайт оперативной памяти. Вау, 512? Селло 512. Когда у меня был первый Android-смартфон, у меня было 256, и 512 для меня оказалось просто немыслимым. Но сейчас уже не те времена. Сейчас по 3 гига ставят смартфоны, и 512 выглядит смешно. Процессор какой там стоит? Snapdragon 200. 5-мегапиксельная камера. Ну и, в общем, наверное, всё. Я не знаю, для чего такие делать смартфоны. Возможно, для стран какого-то третьего мира. Хотя, наверное, Россия и Казахстан тоже относятся к странам третьего мира. По-моему, вообще для США любые страны, кроме США, это страны третьего мира. Ну да, но всё-таки рассчитан, наверное, на Южную Америку, Африку. Ну да, Мексика. Но в Индии уже это не будет покупать. В Индии слишком мажористые люди стали. Они покупают китайские. Xiaomi имеют. Да, ну вот, кстати, тема сама напрашивается. Переходим мы теперь к следующей теме. Это анонс Xiaomi Mi 4. Вот так вот. Это классный телефон. Так, сейчас я найду картинки, чтобы не монтировать. Я же хитрый. Вот так вот он выглядит. И вот, кстати, Арман, помнишь, когда мы с тобой записывали первый подкаст с тобой на твоём канале? Мы тоже обсуждали Xiaomi. Только Mi 3, да, мы обсуждали, по-моему? Red Rise. А, Red Rise. Да, и вот это тоже так, как это сказать, знаково. Это так знаково. Вау. Ну, в общем... Ставьте лайки за знак. За знаковость, да, внизу вот тут вот. Палец вверх. Ну вот, что можно сказать про Xiaomi Mi 4. Это устройство нацелено на рынок премиум гаджетов, в отличие от Red Rise. Red Rise всё-таки был бюджет... Бюджет... Бюджеткой. Он был красненький. А вот это уже очень сильно даже напоминает, может быть, iPhone. Нет, он напоминает, знаешь, что с задней стороны он напоминает... ...самый Red Rise. Нет, не Samsung, а... ...Red Rise напоминает он сзади. Сбоку его, как Chrome, торцы его похожи отделкой на iPhone, а спереди... ...а спереди я не знаю. По-моему, спереди китайцы вообще все одинаково выглядят. По-моему, все смартфоны спереди одинаково выглядят. Кроме ищите Xiaomi. Ну да, ну вот о характеристиках поговорим. Ну ещё Moto X можно включить. Поговорим о характеристиках стоит Snapdragon 801, Full HD экран 5-дюймовый, это стандарт уже, наверное. 3 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенной, а также батарея ёмкостью 3080 мАч. Помимо этого стоит 13-мегапиксельная задняя и 8-мегапиксельная фронтальная камеры. Ещё есть какая-то суперкрутая функция от китайцев, которая позволит за час зарядить ваше устройство на 60%. Нифига себе. Эта функция, знаешь, когда появилась? По-моему, это фишка самих процессоров от Qualcomm, этих Snapdragon, по-моему, с 800-го начинает. Эта фишка, по-моему, появилась на Z2 таблет или Z1 таблет. В общем, у Sony, по-моему, первая появилась эта фишка. Ланшет. Ну да, вот, про цену, про цену я ещё не сказал. 16-гигабайтная версия будет стоить 320 долларов в Китае, а 64-гигабайтная – 400 долларов. То есть разница всего лишь 80 долларов, а объём памяти – это во сколько получается? В 4 раза больше вы получите. Выглядит, в принципе, он симпатичный, железо неплохое, конечно, не самое топовое, но и цена, конечно, тоже... Ну, как бы так сказать, Юра, не самое топовое, знаешь, сейчас, который массовый продукт, это на 805-м, например, ещё ничего нет, что по всему миру продавалось. Поэтому, наверное, можно сказать, что это... Это топовое. Да, ну вот единственное, что они могли бы, это разрешение экрана больше поставить. Ну, знаешь, это, например... Лично я это субъективно к этому отношусь, но просто, типа, у нас такой экран, да. Не только LGG3 крутой. Ну, знаешь, по поводу даже разрешения экрана я скажу то, что, например, до 5 дюймов HD разрешения достаточно более чем. У меня на Z1 Full HD на 5 дюймах, мне прям, ну, вот так вот это хватает, прямо с головой. Дальше некуда. QHD зачем, не знаю. Просто, по-моему, это уже из коммерства, что ли. Я даже не знаю, как это назвать, если честно. То есть, в принципе, оно не нужно. Лучше бы цветопередачу улучшали. Ну да, и всё такое там. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Это фишка со сменными задними крышками. Никакого китайца тебе другого не напоминает? Я вот не скопировал эту картинку, но сменные задние крышки мне напоминают не китайцы. Точнее, там не крышки, там вроде единый корпус у Моторолы. Да. Я когда увидел... У Моторолы единый корпус. А есть ещё один китайец со сменными крышками, который недавно был представлен. One Plus One. Да, Йорк. One Plus One. Точно. Я просто на него не стал много внимания обращать. Мне хватило того, что типа его начали распространять по какой-то там мега крутой регистрации по приглашениям. Приглашениям, да. Да, я думаю, что за бред? Сами тогда пользуйтесь ещё приглашения какие-то. Может быть он и нормальный, но нет, спасибо. Какая-то One Plus One, которую я практически раньше ничего об этом не слышал. И тут ещё по приглашению. Она появилась только год назад, что ли. Ну вот ещё, блин, по приглашениям, офигели. Лишь бы внимание к себе приводит. Много о себе думаете. Ну, к Сайоме, помимо Mi 4, представили ещё умный браслет Mi Band, который будет стоить 12, то ли 13 долларов. Разные источники пишут по-разному. А вот так вот планшет... Блин, планшет. Браслет будет выглядеть. Большой планшет. Алюминиевая вставочка, которая будет считывать ваши данные. А ремешки вы можете менять и покупать отдельно. Как я понял, есть резиновые, силиконовые ремешки, а есть уже более солидные, такие вот кожаные. Да, выглядят, конечно, они нормально. Обещают они 30-дневную зарядку, то есть зарядил и забыл на 30 дней о нём. С помощью него можно будет разблокировать телефон. По крайней мере, сейчас это говорится только о телефонах Сайоме. То есть можно будет с помощью этого браслета разблокировать его, типа ключа. Также данный браслет считывает данные, когда вы спите ваши фазы сна. И также это ещё фитнес-монитор, который замеряет, сколько шагов вы сделали. К сожалению, насчёт того, что пульт он измеряет, ничего не сказано, но мне кажется, что нет. Что ты думаешь про этом, про этом, об этом браслете, о его цене? Нет, про этом браслетом я думаю, что такая цена, в принципе, 12-13 долларов, пошёл в магазин, докупил. Даже если он будет плохой. Ну это как за колбасой сходил. Ну типа того, да. А если он тебе не понравится, то в принципе, викинг где-нибудь валяется. Или кому-нибудь подарил, кого сильно не любишь. Нет, а купил, короче, на днюхе всем даришь. Все будут думать, это дорого стоит. Долларов 30, 500. У тебя нет каких-нибудь там еврейских или татарских корней или нет? Таки нет. Ясно. Так, ну функционал у него достаточно узкий, в принципе, мерит шаги и всё такое. Ещё ты забыл сказать, что он водонепроницаемый. О да. О да. Алюминиевый я сказал, а водонепроницаемый я забыл. Штука дешёвая, штука прикольная. То есть она будет синхронизироваться со смартфоном правильно, не будет допускать ошибки, например, как вот эти вот первые сейчас то, что есть на Android Wear часы. То будет круто. Если она вам понравилась, то ещё же опять говорю о цене. Пошёл и купил новую за 13 долларов. Ну, правда, пошёл и купил это ещё далеко. Например, как у нас в Казахстане и в России это сделать, в принципе, наверное, будет проблематично. Придётся заказывать. Но в целом прикольная вещь. Ну, кстати, про заказывать. Вчера новость была по телевизору типа eBay. Заключил с Почты России какой-то договор. И теперь посылки из Китая, США и, если я не ошибаюсь, то ли Германии, то ли Великобритании будут доходить в среднем за 9 суток. Я был в шоке. Не знаю, правда или нет. Вот жалко, что я заказал себе рюкзак чуточку раньше. Недели две назад. Знаешь, недавно ещё одна новость была от... А, то, что eBay за санкции закрыт? Нет, от Почты России. Новый рекорд. Почта России доставила посылку из Москвы на Ямал с пометкой экспресс за 7 месяцев. Ну, неплохо. 7 месяцев ничто в масштабах вселенной мира. Я где-то эту шутку прочитал. Да-да-да. Вот как бы я тебе и говорю, то ли что... Не, ну будем верить, что всё-таки за 9 дней смогут доставлять. И тогда можно будет, считай, раз в две недели новый себе заказывать фитнес-браслет. С вами будет первая неделя. Раз в две недели уж можно 13 долларов потратить. Итак, последняя, или, может быть, не последняя новость на сегодня. Это NVIDIA Shield, который был анонсирован на этой неделе. Итак, что это за устройство? Это устройство на Tegra K1 процессоре с 2 гигабайтами оперативной памяти. И это устройство позиционируется как исключительно игровой планшет. Все аксессуары идут отдельно. То есть планшет отдельно продаётся, джойстик отдельно продаётся. И специальный чехол, который, типа, смарт-кауэра, что ли, который может принимать различные формы, тоже продаётся отдельно. И в России комплект из всего вот этого вот добра выйдет примерно где-то в 24 тысячи, если я не ошибаюсь. Я что-то считал. Но это если брать 32-гигабайтную версию. Вот. Что ещё есть в данном планшете? Здесь есть отдельный выход под HDMI. Есть microSD. В старшей версии есть также LTE. Идёт также ещё и специальный стилус, с помощью которого можно рисовать. Какая-то специальная приложуха есть от NVIDIA, которая позволяет создавать полную имитацию акварели. Там будут смешиваться краски, если вы будете наносить их на другие слои. Если вы планшет наклоните, краски чуть-чуть потекут. И так далее. Ну вот, что ты пока думаешь об этом, обо всём, что я сейчас тебе наплёл? Ты в это поверил? Я, в принципе, верится с трудом, но это реально. Ну, штука мощная. Tigra K1 сама по себе штука мощная, ещё раз повторюсь. Ты не сказал то, что Tigra K1 идёт со 192-х ядерным GPU Kepler. Да. Да, вот. Который поддерживает DLX12 и многие другие плюшки. Многие другие плюшки. Да. То, что докупать отдельно, например, надо смарт-кавер и джойстик, но это, в принципе, нормально. Под фу-технику вы отдельно это будете докупать. Вряд ли где-нибудь с планшетом вам будет лежать такой нормальный смарт-кавер, да и геймпад. Что ещё сказать? Ну, 8 дюймов и разрешение Full HD на 1920 на 200 точек. Ну, если они хотели продемонстрировать всю мощь своего процессора, то вот в него они могли к Quad HD поставить. Почему бы и нет? Ну, вот ещё что я хотел сказать. Вот внешне он тебе не напоминает HTC немножко. Да, сверху и снизу, или как-то слева и справа, стереодинамики, да, установлены. Да, там плюс какие-то низкочастотные динамики, которые будут басить, там, Hardbust, или как это называется. У нас, короче, по городу ездят тачки, у них что-то там, Bass Team какой-то там, они, конечно, сабы там ставят и гоняют. Есть B-Pan, короче, заниженные. Ну, у нас тоже есть такие. А есть, короче, те, которые не B-Pan, а не B-Pan, там, я не знаю. У нас есть, этот, комбо, короче. Наббл-бас, что ли? B-Pan, Bass, и они такие с порезанными пружинами, 99-ки, ржавые. И внутри стоит сабвуфер, и такое ощущение, как будто сейчас просто разнесёт, короче. Ну, вот теперь я думаю, материться нельзя уже с первого числа. Каждый уважающий себя вот B-Paner должен по-любому приобрести себе планшет, у которого хорошие низкие частоты, для того, чтобы не только в машине наслаждаться ими. Так, что ещё стоит рассказать об этом устройстве? В данном устройстве стоит прошивка, практически не отличающаяся от стоковой, но есть очень крутые фишки. Это непосредственно трансляция на Twitch TV. И также ещё стоит функция, которая позволяет просто так же в памяти записывать то, что происходит на экране. Вот что ты думаешь? Это круто? Это круто, а почему бы и нет? Например, ты делаешь обзоры игр, почему бы у тебя канал только на YouTube? Почему бы тебе не открыть канал на Twitch, чтобы ещё больше зарабатывать? Да, если бы я много бы зарабатывал. Я вот просто смотрю вот на другие каналы, там, допустим, Кедр, это реклама сейчас Кедра. Нам заплатили. Да, вот смотришь статистику, у них вроде бы просмотров, ну, не так много, а у них там и студии, и всё, ещё 10 миллионов проектов, суперкрутая техника. Как? А всё очень просто, у них просто есть спонсоры, у меня спонсоров нет, поэтому у меня нет и студии, и ничего у меня нет. У тебя нет спонсоров, кроме Кедра, они же проспонтировали одинаково. Вот. Ну вот, что касается того, что можно транслировать в Twitch, это очень круто. Также задействуется ещё и фронтальная камера, то есть и меня будет видно, и как я играю будет видно, и будет это всё стримиться. Можно, наверное, если подключить к телеку через HDMI, то можно... Кстати, на нём есть порт HDMI, да. Да, я говорю. И вот к телеку подключил, на диване лёг, и, короче, в Twitch. И неплохо так. С лимонадиком там, холодным. С печеньками, да. Ну да, вот то, что... Всё-таки вот мне кажется, то, что отдельно HDMI, это очень круто сделано. Если честно, когда его только анонсировали, я сразу же в него влюбился и мечтаю о нём. И вот в обзоре Modern Combat 5 я сказал, типа, если кто-то из компании Nvidia смотрит, может быть, вы всё-таки подарите мне его вместе с джойстиком и с смарт-кавером. Я буду очень благодарен. Буквально через 15 минут тебе перезвонили. Нет, мне ещё не перезвонили, может быть, после этого видео мне перезвонит. Может быть, Ирина Шиховцова или Шевцова, я забыл, пиар-менеджер Nvidia, напишет, Юрий, здрасте, мы вот вам хотим предоставить. Вы очень классный, вы будете очень круто позиционировать Nvidia. Очень классный. Уважаемая Ирина Шиховцова, к вам обращаются главные редакторы проекта Orange Brick. Пожалуйста, подарите моему другу Юрию Аксёнову планшет Nvidia Shield. Мне кажется, он уже по ночам плачет только из-за того, что у него его нет. Да, вот я что ещё не сказал, сейчас открыл картинку и вспомнил то, что я не сказал, то, что на нём предустановлена игра Trine 2. Это мега крутой платформер, я проходил его на ПК, это просто шедевральная игра, там три персонажа у нас, и мы можем между ними переключаться. Там есть маг, какая-то девушка, ещё вроде рыцарь, ну то есть, а, лучница, девушка-лучница. Вот, и там необходимо проходить разные там головоломочки, махинации, в общем, отличный платформер. Я почему-то так стал обожать жанр платформеров, я бы только в них бы играл. Вот, и благодаря такому джойстику в платформеры реально будет очень удобно и круто играть. Ну вот, собственно, я вспомнил ещё про Modern Combat 5, может быть, обсудим немножко его. О, закрой я эту картинку, картинка... А, Modern Combat 5, я не играл, я ещё даже не скачал. Я не знаю, что говорить, я могу открыть какие-то превью-картинки, в принципе, ничего. Будет хорошо, если ты мне что-нибудь о ней расскажешь. А, ну я тебе могу что рассказать. А Modern Combat 5 я ждал ещё прошлой осенью или прошлой зимой. Ну, в общем, я повторяю то, что я вчера говорил в своём обзоре. Кто не смотрел обзор, посмотрите. Я не смотрел. Посмотри, там, этот палец. Палец, как видно, чтобы был палец вверх поставить. Ну вот на что пошли разработчики в этот раз. Они разделили геймплей на уровни, то есть ты зашёл, выбрал уровень. Там вот как, типа, в Angry Birds, я не знаю, как бы паки определённые, такие главы. Заходишь, там есть несколько уровней. О, у тебя в очках, я вижу, что тут экран. Вот, и ты их проходишь. Геймплей очень динамичный, мне напомнил он Call of Duty. То есть там идёт, например, какой-нибудь ролик, и потом сразу же этот ролик переходит уже в сам процесс игры. Там есть определённые действия. Помимо того, что нужно бегать, просто стрелять, иногда нужно просвайпнуть вверх, там много-много раз куда-нибудь нажать. Присутствуют эффекты слоумо, в которых необходимо там по головам противников расстрелять, либо же стрелять им в гранату. Если ты не успеешь это сделать, то всё, тебя завалит. Ужас какой. Нет насилия, играйте в платформеры. Игра так очень-то динамичная получилась. В принципе, как я и написал в своём обзоре, то, что чего я ожидал, то я и получил. То есть игра оправдала мои ожидания. Также в игре присутствует классный мультиплеер. Геймлофт сосредоточились. В этот раз ещё и на мультиплеере. Там несколько игровых режимов. Есть такой режим, как захват флага. Самый популярный в таких вот онлайн-шутерах. И когда я... Сколько я не пытался вообще играть... Лучше очки один. У тебя что-то глаза непонятно. У меня глаза пистали очень... Ну ладно. Ладно, ладно. Лучше я монитор буду смотреть. Действительно. Ну вот, что я говорил. А сколько я не играл в онлайн-режимах, всегда я играл с корейцами. Как будто они просто не вылазят, они только играют. Правда, один из подписчиков написал, типа, это он там был рядом, там, типа, не корейц был, а какой-то там игрок 367. Он сказал, это мой ник, это правда я. Ну, как будто чё. Ну да, я ему поверил. Там можно создавать свои, типа, не кланы, а как отряды, но там какое-то ограничение по количеству есть. Я создал отряд, и он уже полностью заполнен, и люди пишут, типа, я хочу в отряд, но у тебя уже всё, места нет. Я ничего сделать с этим не могу. А удалять, например, кого-то из отряда? Ну, а кого я удалю, у кого рейтинг плохой? Там у кого-то был рейтинг уже ниже 1000, их можно, наверное, это... Ну, вообще, если честно, я вот не люблю играть в шутеры на телефоне, на планшете, и поэтому, несмотря на то, что игра реально получилась крутая, я счастлив в том, что она наконец-таки вышла, но я играть, наверное, не буду. Это не будет моей повседневной игрой, я буду играть продолжать в платформеры, в какие-нибудь головоломочки, и просто в миленькие какие-нибудь аркады. Вот я сейчас смотрю и понял то, что у меня рамка экрана чуть-чуть съехала, и я ещё снимаю свой пуск. Точнее, панель задач. И все теперь знают то, что я пользуюсь оперой. Ну, что ж, что стоит ещё, наверное, сказать? Наверное, стоит уже подходить к концу, завершать наше видео... Видеоподкаст наш. Как вообще это назвать, я не знаю. Может быть, в комментариях подписчики что-то придумают, может, планкаст? Я же говорил, это надо называть тепло и лампы. Тепло и лампы. Да это я где-то видел уже. Планово. Тепло и планово. По-моему, знаешь, люди из Таджикистана, Узбекистана и прочих стран поймут как-то неправильное название, типа планово там. Ну, это уже обыкновенный расизм, Паша. Да ладно, я сам не знаю. Лампану можно. Да, мне можно. Да, мне вот нельзя. Я пока что своё счастье. На него не распространяются законы Российской Федерации, ему можно это говорить. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравится такого рода вот формат обсуждения каких-то интересных новостей с, возможно, отвлечениями от основных тем и разговорами о планах, плюшках там. Печеньках. Да, о корейцах. Ну, да. Давай, Арман, прощайся. Так, ну, спасибо тем, кто смотрел на меня, на Юру и на картинки. Нам было весело. Не знаю, как вам, но нам точно. Если вам понравится, то Юра, наверное, будет выпускать раз в неделю или раз в две недели. Да, Юра? Да, или раз в год. Не, раз в год, если будет не лень. Я тоже сначала выпускал только подкасты, сейчас их на моём канале нет. И да, я не могу не пропиариться. Это, ребят, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. У меня даже ещё тысячи нет, серьёзно. Ну, пожалуйста. Стоит отметить, потому что во всех его... Я вам даже заплатить могу. Стоит отметить, почему стоит смотреть обзоры Армана, потому что, когда он снимает, у него софтбокс всегда отражается в очках. И вот на это посмотреть реально стоит, и это стоит подписано. Вот. Ставьте лайк за софтбокс в очках и подписывайтесь. Да, и подписывайтесь также на геймплен. Можете ставить сразу два пальца вверх, один мне, другую Арману. И, наверное, на сегодня всё. Всем большое спасибо за внимание. С вами был я, Юрий Аксёнов, и Арман Мангазиев, автор проекта Orange Brick. Ну нет, с Арманом Мангазиев достаточно интересное сочетание, мне нравится. Ну всё, пока. Goodbye. Goodbye. Продолжение следует...